В день освобождения города почетный гражданин Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивало вместе с депутатами фракции УМП поздравил с праздником ветеранов, освобождавших наш город от немецко-фашистских захватчиков. Они лично пришли к каждому и выразили огромную благодарность за их бесценный подвиг. Как в непростых условиях честовали героев, расскажет наш корреспондент. Тех, кто 76 лет назад совершил подвиг, принимая участие в освобождении Одессы, в живых осталось пятеро. Почетный гражданин города и области Сергей Кивалов традиционно в этот день, как и на протяжении многих лет, навестил Николая Москового, ветерана Великой Отечественной войны, сапера, разведчика. Он награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной Звезды и Орденом Знак Почета. То, что вы сделали, освобождая Одессу, останется на многие-многие десятилетия, если не на столетия, потому что вы ценой своего здоровья освободили Одессу от немецко-фашистских захватчиков. Я очень хочу, чтобы молодые люди, юноши, девушки, они знали своих героев, они знали, что когда тяжело в Одессе было, такие, как Николай Иванович, делали все для того, чтобы очистить наш город от той нечисти, которая на протяжении 907 дней оккупировала город Одессу. Мы будем ходатайствовать перед городским советом, перед мэром города, чтобы вам присвоили высокое звание. Самое высокое звание – это почетный гражданин города Одесса. С инициативой о присвоении Николая Московому высокого звания почетного гражданина Одессы на сессии горсовета выступят депутаты фракции Украинской морской партии. Напомним, что накануне праздника Сергей Кивалов вместе с депутатами фракции ОМП и ветераном Николаем Московым возложили цветы к стелле «Крылья Победы» на площади 10 апреля. Вы сделали все для того, чтобы сегодня Одесса была. Вы сделали все, чтобы вот эта жемчужина, оперный театр, он сохранился. Потому что если бы не ваши действия, конкретно ваши действия, и ваших коллег тогда, ваших солдат, подчиненных, которые разминировали наш город, сегодня бы этого театра не было. И, наверное, многие памятники архитектуры сегодня не дожили бы до нашего дня. Я в этот день хотел бы пожелать всем одесситам прежде всего поздравить их с годовщиной освобождения Одессы. И, во-вторых, пожелать им мира, мира, спокойствия и счастья. Больше всех, чаще всех, конечно, я встречаюсь с Сергеем Васильевичем каждый год. Я ценю это, мне, конечно, это приятно. Поздравили героев и депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова. Честовали сегодня и ветерана Николая Безымянного. Он закончив школу в 41-м и сразу же примкнул подпольщикам, которые действовали в родном селе. После освобождения малой родины вступил в ряды Красной армии и уже через 17 дней в составе 309-го гвардейского полка освобождал Николаев. Затем дошел и до Одессы. Спасибо вам за тот героизм, за силу духа, за волю к победе, которую вы проявили в свое время и дали нам возможность сегодня жить в мире. Мы вам искренне признательны. Мы, Украинская морская партия, Кивалов Сергей Васильевич, все будем делать для того, чтобы вам было легче. Всегда отзываемся на ваши просьбы. Все будет лучше в нашем городе. И что жизнь все же восстановится. Сейчас еще и война идет, и борьба идет, и так дальше. Но все восстановится, и мы будем жить еще в мирное время. Депутаты поздравили с великим праздником и ветерана Евгения Хлупина. Он часто приезжает в Одесскую юрокадемию на праздники и обращается за помощью в юридическую клинику. Мы ценим ветераны ту большую работу, которую Сергей Васильевич проводит. Желаю вам всем больших успехов в тяжелое время, как экономическое, так и политическое время. Тяжелое время в связи с кризисом, эпидемией. Но мы будем считать, что вы в силе, обладаете волей и поборем все наши невзгоды. Их силами был освобожден наш город. Они пожертвовали всем, чтобы мы сегодня могли жить, работать и радоваться солнечному свету. Сегодня, мне кажется, один из самых главных праздников для каждого одессита – День освобождения Одессы. И, безусловно, несмотря на карантин, фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова не смогла остаться в стороне этой даты. Потому что у нас в городе осталось всего пять ветеранов-освободителей. Пять человек, которым, ну, правда, нужно ноги целовать. Это те люди, благодаря которым у нас мирное небо, благодаря которым мы живем в нашей замечательной и красивой Одессе. По случаю Дня освобождения города в Одесской юрокадемии всегда звучат песни военных лет. В этот праздничный день освободители Одессы получают почетные награды, а талантливые студенты Центра культуры дарят им праздничный концерт. В свою очередь депутаты фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова регулярно инициируют социальные программы для ветеранов и пожилых людей.